Наталья добавила информацию, я хотел бы, чтобы мы начали именно с обсуждения тех вопросов, которые мы просили, с одной стороны, с оценки эффективности существующих деловых площадок. Т.е. у нас много всего есть, я в раздатках причислил список. Сейчас я напомню, чтобы это было наглядно. Тем не менее, что мы имеем, кастырщинский форум, ассамблея все два кругов, но так иначе. Конгресс и силотип Беларуси, такая интересная штука. Потом советы, которые работали. И вот эти вещи, которые я хотел бы сначала послушать Вашу краткую оценку на две-три минуты каждого. Еще раз, Владимир Николаевич. Участник, конечно, многих кастырщинских форумов. Вижу, развивается его динамика, активно участвуют власти. Наверное, это мероприятие, которое в наибольшей степени поддерживается и администрация президента. И, конечно, щедрой дождь и грантов. Туда идет какой-то такой компромисс, который удалось Данейко и команде сделать. Но, в целом, довольно-таки абстрактная постановка вопросов. Разговор довольно в абстрактных проблемах, без последующих каких-то выводов. То есть на вооружение взять какие-то идеи кастырщинского форума или почувствовать их влияние на практическую политику, на программы, которые у нас вырабатываются, стратегии, тактические действия круга. Ассамблея деловых кругов. У нас прошло 19 ассамблей за всю историю. Она все-таки последние годы, все последние 12 лет она рассматривала проект национальной платформы бизнеса Беларуси, старались давать возможности выступать как раз людям с идеями. Вот это было продвижение, это была одна из самых эффективных диалоговых площадок. Потому что присутствие 60-70 представителей власти из 50 органов власти в принципе этого не повторил пока никто. Все, причем ветви власти, законодательные, исполнительные, судебные, более 60 видов органов администрации, контрольные органы у нас присутствовали. Мы этот формат перенесли сейчас на конференцию первый белорусский форум по развитию стратегии развития предпринимательства. Этот формат, на мой взгляд, это та площадка, которая имела потом, переходила ее деятельность на ОКСы и другие вопросы. Динамика развития общественных консультативных центров. Это идея национальной платформы бизнеса Беларуси. Она взялась в нашей рабочей группе. Мы ее продвигали. Вначале мы вошли в ткань постановления Совета Министров, где в принципе обговаривалось обсуждение проектов, там нормативных актов, законодательства. Затем мы добились опять через платформу 50% участия в ОКСах. А ОКСы были созданы после, когда мы работали над директивом четвертой. Четвертая директива – это исключительно продукт платформы. И на этом основании, собственно, при каждом министерстве должен был создан общественный консультативный совет по развитию предпринимательства. Целевое назначение такое, что все министерства должны вкладывать в это развитие. 50% участия. Очень по-разному разные министерства и ведомства этим воспользовались. В Минэкономике даже три совета. В марте в совет входит сегодня 83% от бизнеса. Даже эксперта пригласили из экономического университета, зап. кафедры маркетинга. ОКС Минздравоохранения тоже довольно часто собирается. Там идет жесткая борьба. Они попытались всунуть советы. Более таких, ну скажем, приближенные компании, медицинские компании, там формально. И там фактически только три независимых представителя от ассоциаций, от Каява, Жанна Тарасевича, там еще некоторые. Буквально мы в меньшинстве там находимся, хотя формально от негосударственных секторов типа много находится. То же самое и совет по строительству. Вот. Но, тем не менее, эта диалоговая площадка важная. Мы видим сегодня коридор, когда подготовлено и постановление принято о общественно-консультативных и советах в целом. Значит, что сейчас новое возникает? Нам удалось пробить, вот такая была борьба, чтобы оценивались проекты нормативных актов. Буду еще одно рассказать? Да. Мы все говорили, что много, две-три минуты и потом еще. Ну, все. Хорошо. Потому что после этого есть еще советы, работающие группы при правительстве. Генн, а ты вот как профессиональный управляющий, да? Ты, собственно, не работал с ассоциацией постоянно, но ты как профессионал, ты следишь за этим всем. Твои наблюдения и ощущения по именно тем задачам, которые ставятся в курсе, декларируются и тому результаты, которые мы имеем. Грубо говоря, простой бизнес, да? Он видит работу, видит ассоциации, видит союзы, да? То есть именно в этом направлении. Насколько он адекватно оценивает результаты и понимает формат диалогов, в котором, собственно, объясняют предприниматели, там, ученые, общаются с чиновниками? Потому что, в конце концов, шишки летят вот на Володю, там, она берет руку на Викторию, она что-то не делает, но руководителя именно этих ассоциаций. На Амю ты там не ту лоббируешь, так и так. Ну, что я должен сказать, к сожалению, вот так получилось, как раз в команде профигистов и со стороны малого бизнеса, малого среднего бизнеса, который не участвует активно, самостоятельно, не участвует в работе различных ассоциаций, бизнес-сообществ, союзах, отношение именно профигистическое. Что бы ни делалось, нас бы только не трогали. И это, к сожалению, выливается иногда, в том числе, как ты и сказал, Ярослав, вплоть до обвинений в том, что проблемы, которые существуют в бизнесе, они созданы самими союзами и ассоциаций. Либо, скажем так, как оценка некачественной работы с мастями этих организаций, которые участвуют в диалоге с властью, так и иногда присутствуют даже обвинения в прямом ловизме своих интересов тех, кто находится в этих ассоциациях, то есть для себя делают, а про нас, сирых и бедных, никто и не вспомнит. К сожалению, такая ситуация есть. Что касается площадок, которых Владимир Николаевич перечислил, да, я считаю, что работа в этих организациях, на этих площадках обязательно должна быть. Что понятно, что необходимо в том числе и профессионалы готовиться к этим переговорам с властью с точки зрения профессионального подхода к проведению переговоров, да, то есть вот, например, там не важно. С точки зрения вот этих двух вещей, да, точки прикосновения точки мёртвой зоны. Вот что ты видишь? По мёртвым зонам, конечно, понятно, что есть, как ты и сказал, такой яркий, да, лукашенко должен уйти, никто не будет даже говорить. Там, возможно, какие-нибудь кардинальные решения, связанные с организацией, ну, и ведением бизнеса, как долго тот же 488-й указ шёл разговор о его отмене, но понятно, что контролирующие органы, ну, и это разумно, они ведь тоже в определённой степени понимают то, что, и мы понимаем, что есть недобросовестные участники процесса и бизнеса, вот, и, но другое дело, что они оставляют это, Володя сегодня очень интересно, Вадим лично сказал, когда он участвовал в ЛКС, когда у него спросили, что нужно сделать, он сказал, вот, так делайте, так не делайте, они просто подумали так, мы не разберёмся, как их сортировать, поэтому мы всех подряд, ну да, по одному принципу, потому что будет тяжело, всё хорошее, всё плохо, поэтому вот вот этого действия, а бы чего не было, чтобы не осталось лазейка, они действуют таким вот, нахальным, что называется образом. Ну, спасибо, Наташ, с точки зрения больше широкого вреда на столбчика, выбор повестки дня, вот вот эти вот документы, в том числе, ВНГУ, по-моему, уже лет 15, да? Уже знаешь, и что было раньше. Насколько удачным был, грубо говоря, точки соприкосновения выбраны, и не ходили ли мы по тем же графам, и разговоры-центры, и общественные организации, которые, собственно, будут под широким зонтиком гражданского общества? Ну, диалоговых площадок для гражданского общества, можно сказать, и нету таких широких. Ассамблеи, это не площадка? Она же не площадка, она площадка диалога и организации между друг с другом, потому что для власти ее просто не существует ассамблеи. Что касается КЭФ, это, ну, диалоговая площадка, хорошо, что КЭФ пошел в регионы, сейчас есть региональные КЭФы во всех регионах, и они там в прошлом году делали их, точнее, в этом году делали их на основе своего исследования конкурентоспособности регионов, то есть есть не все обсуждать в каждом регионе. Ну, это про бизнес и власть. Это просто хорошее место потусоваться, не более того. Как говорится, следователи Беларуси, я вообще не знаю, зачем вы сюда отключили в качестве диалога, потому что это научное мероприятие. Не, мы, так иначе, импорт ученых, ты же сама говорила, ученые, доверие, да, там называются люди, которые формально называются ученые. Поэтому с точки зрения, а почему за пределы вашей страны это позиционируется как некая площадка для подготовки ученых для будущей Беларуси? Не подготовка ученых, а это научное мероприятие, это смотр достижений ученых за прошлый год. Ну, что это делать? Основной из прошлого историка. Слушай, вот это не будет говорить, мы просто я имею в проективность, насколько это вообще, если это, я, в моем отношении тоже это не валидно, я включу, потому что это каждый год проводили пять, наверное. Это седьмой сейчас конгресс, в прошлом году был пропуск, потому что хотели провести в Минске, но так и не договорились с Академией наук. Сейчас опять он будет в сентябре в Вильнюсе, вот там собираются исследователи зарубежные, белорусские, белорусские независимые из университета, в общем-то довольно без проблем приезжают исследователи из университетов и выступают очень так же со всеми. И там, ну, диалог по научным проблемам происходит, но какого-то общего консенсуса и общего... Экономики довольно мало, и политологического довольно мало, там 15 панелей по истории и 3 панели на все остальное. У гражданского общества для выражения консолидированной позиции, к сожалению, диалоговой площадки особо и нету, то есть это в основном происходит вот на уровне местных властей. Как ты со стороны видишь, вот ты просто интересный, ты аутсадь-наблюдатель, да? Как со стороны оцениваешь диалог бизнеса и власти? Потому что он идет активно в разных формах, вот ты как бы смотришь как тоже член гражданского общества, и как ты его видишь? Ну, я не сказать, что я совсем со стороны, потому что с вами со стороны, на стороне удастся не отсидишься, вот. Ну, как борьба с переменным успехом, вот так вот он примерно видится. То есть в результате напряженнейшей, тяжелейшей борьбы какой-нибудь один указ или какое-нибудь неудачное действие отменили, в это же время два неудачных подписания. Как вперед и назад. Вот так вот, один шаг вперед, два шага назад, он вот так примерно видится. Владимир Николаевич, ты участвуешь как раз, уникальный сейчас человек, который участвует и в гражданских инициативах, и в бизнес-инициативах, и, собственно, в многих инициативах власти. Оцени, пожалуйста, вот качество вот этого вертикального горизонтального кооперации, кто помогает, содействует, кто партнеры со всех сторон, да? И насколько вот горизонталь, да, она укрепляет позицию, собственно, которая выгодна всей стране. То есть, развитие предпринимательства – это суперважное для развития гражданского общества в любую статью. Вот, Ярослав, наша обучающая группа сразу поставила задачу, когда мы создавали первые платформы, мы пригласили представителей гражданского общества, чтобы опираться на более широкую часть. И надо сказать, вот те, то часть гражданского общества – молодежные, женские, правозащитные организации, которые входят в национальную, значит, платформу форума гражданского общества в Беларуси, она наиболее, как бы, сконцентрированная. Влад Ильичко здесь и Егоров, и какие-то… Нам удалось такой мостик сделать, да? Ажур, ассоциация журналистов. То есть, мы нашли там поддержку. Самое интересное, что первый, кто прочитал проект платформы, был Филарет, который сказал, я поддерживаю, моя дикамия, так сказать, будет… Публично почему это не прозвучало? Да, публично, в съезде ассоциации промышленников, первое, он сказал, поддержал Филарет, да, это дело. Так же, как, кстати, католические и, значит, священники, ряда конфессий. Мы их всегда приглашаем в ислам, у нас на платформе сидит 7-8 конфессий. То есть, мы пытаемся на широкое. Но, что мы… Последнее, самое ценное, что удалось, как говорится, здесь делать, был подготовлен проект указа президента ОРВ, оценки регулирующего воздействия. Вы знаете, все министерства выступили против проекта, разработанного Минэкономики, не завизировали указ президента, и тут выступил парламент. Парламент, вот, значит, наша комиссия по экономической политике, и спасибо присутствующему депутату, они протянули в законе о нормативных правовых актах положение об обязательной оценке ОРВ. С 1 февраля она вступила. Сейчас вот именно это, то, что любой проект нормативного акта надо обсчитывать, доказывать инициатору в цифрах и нести за это потом ответственность. Возлагают большевольные общественные бизнес-ассоциации, на УКС, то есть разговор более-менее приобретает такую профессиональную основу. Вот, хотя здесь, конечно же, мы только полгода в этом, и обход пытаются ряд нормативных актов, вот указок, вывести из этого обсуждения из УКС, но пошли уже общественные, обязательные на сайтах общественного обсуждения в течение месяца. Это все-таки большой шаг вперед. У меня очень формальная характерность, потому что обсуждение обсуждения, потом вопрос интеграции предложений, я не знаю ни одного примера, даже по тем документам, где мы в рабочей группе работаем, чтобы, условно, был такой, хорошо, я вот предлагаю там декрет номер семь, там, десять страниц изменений, да, потом должна быть, по идее, некая там, проблема, обсуждаем предложение, там, голосуем, не голосуем, вот такого механизма, да, вот то, что по любому вопросу, я не знаю, что существует. Во всех органах славно работают регламенты, но удается... Нет, мы говорим, что они принимают, когда принимают, они принимают и считают, да, где-то, кто принимает, как работают над этим предложением, мы не знаем, без нас. Давайте, чтобы, например, узнать чистоту, да, confidentially, да, . К сожалению, в законе нормативно-правах осталось на усмотрении субъекта права законодательной инициативы. И очень часто субъект права законодательной инициативы говорит, не надо, оно не влияет на бизнес. Вот закон о внесении изменений и дополнений в закон о местном управлении самоправлении, он не влияет на бизнес. Понимаете? Вот они заладят карман бизнесу, но он не влияет. Закон о посрочках на бизнес не влияет на него. Я считаю, что задача общественных организаций, когда вы делаете вот такие семинары, пожалуйста, пригласите чиновников, пожалуйста, пригласите депутатов любого уровня, пожалуйста, и не рассказывайте, и не верьте ему, когда он говорит, как хорошо. Все же мы были на кафе, мы хотим жить в той стране, которая по бумажке читал Турчин. Ну правда, и я хочу жить в той стране, которая там дворник докладывает. Я хотела бы после продолжения сказать, что и консолидация оценщиков от общественных объединений, от гражданской инициативы, от бизнес-сообществ, она должна быть, она в виде какого-то органа должна быть. Нет, нет, имеется в виду искусственно созданное решение. И у меня, например, сейчас, когда у меня есть опрос на конструктивность, я не могу от гражданского общества в любом виде получить то, что надо. Да, они делают аналитические исследования, да, они проводят работу. Но результат этой работы не есть конструктивное предложение в то или иное, в та или иная норма, не важно, в какой нормативно-правовой акт. И у меня складывается стойкость, что это работа ради работы. Если мы хотим открыть бюджет, нам не надо сразу там идти и требовать это. Ну, давайте начнем с малого. Валерий Косушкин, наверное. Да, так, понимаете, то есть, вот, у меня никто практически за три года не попросил развернутого бюджета, кроме там однобойничества. Ну, я раздаваю, ну, я раздаваю, у тебя априори все есть разно, хватит тебя прости, понимаете, то есть, да, то есть, нету интереса у гражданского, у меня стойкое впечатление, что гражданка общества само по себе пытается с властью бороться, бизнес с властью пытается бороться сам по себе. И где-то там иногда чиновника, который может быть согласен на какие-то изменения, сами по себе, и я тоже где-то там в палате представитель, если Ярослава, мы чего-то там консолидируем, уже пытается там с Владимиром Николаевичем, да, вот что-то должно быть такое, чтобы мы понимали, как Ярослав говорит, у нас одна цель, изменение. Мы не можем сразу изменить общую налоговую систему, но мы можем отслеживать налоговые коды, чтобы не появлялся этот один процент, чтобы не появлялась 16-я статья, чтобы не появлялся 33-я, понимаете? Я не хочу, честно, и мне очень тяжело, когда мне приходит одно предприятие, второе, третье, пятое, десятое, по одному коду, да, а идеи одни и те же. Как жилетка, которая жалуется, собственно, на все, ну да, она жалуется, абсолютно, на все, на работу. Хорошо, вот с точки зрения управления, Генна, вот ты видишь, да, режим связи по горизонтали между бизнес, гражданскими структурами, а политическими партиями, вообще лица про них не говорим, потому что, на самом деле, они, так понимаю, являются процессами этого изменения, у них цель, на мой взгляд, очень важная и правильная, но вот так получилось, что их просто выкинули вообще из этой диалога и превратив там в президентские группы, там, поинтересно, как угодно. Что нужно с точки зрения управления, да, исправить, порекомендовать для того, чтобы все-таки вот эти мазки появлялись по горизонтали, по вертикали, потому что мы видим все, да, вот Аня говорит, Владимир Николаевич говорит, я говорю, Наташа говорит, у вас куча-куча данных и определение именно слабости, слабое значение, да, вот получается, мы там уже с этой слабостью, да, вот, почему, мы видим, мы видим, мы разговариваем с чудовниками, определяем слабое значение в продвижении там, наше повыскание, мы видим, кто-то торпедирует, но вот, вот, как сделать системность для этой работы? Ну, в первую очередь, да, опять же, системность, да, понятно, что зачастую даже всех стейкхолдеров не определишь, кто участок принятия этого решения, рекомендую, когда вы всех перечислили, скажите, и еще один, которого я не знаю, да, 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 вот, ну, что я бы посоветовал, конечно, классический менеджмент изменений, change management используют, да, то есть необходимо принимать вот этих самых стейкхолдеров, которые принимают участие, искать точки взаимных интересов и давать, ну, правильно развернуто давать то, что с точки зрения их интересов, как эти изменения, которые мы предлагаем, не нанесут ли, ну, урона для них, да, а показывать выгоду, что и в том числе для них будет меняться в положительную сторону, когда будут и внесены изменения. Понятно, что могут даже не воспринимать ту аргументацию, которая будет приведена, вот это самое тяжелое. Еще раз говорю, переговорщиков необходимо, ну, готовить, действительно переговорщиков. Я, например, сейчас говорю, тот же пример, вот, для отношений с Россией, явно юно-русские чиновники в переговорах проигрывают, просто россиян. Я, например, в чем проигрывают? Проигрывают, да, и вот, поэтому я считаю, что и нам, вот тем, кто ведет делу с властей, нам надо учиться вести правильный переговор. Вот, это, ну, один из самых важных моментов. Мы можем быть, ну, вводим, 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 вводим. То есть, кто является лицом, вступающей организации, да? Да, да, да. Как требоварить закрытые, вводим? Сейчас это, в общем, важно, закрытые. Закрытые. А, закрытые. Еще раз, интересы. Необходимо показать, ну, вот эту классику, перед тем, как проводить изменения, дай конфетку, покажи конфетку, тем, кто будет закрытым. Нет, я не могу поговорить. Сейчас я просто объясню, да? Мы говорим, вот через 88-го года, да, он вышел, потом некие люди в органах власти, включая КГК, написали некую методичку, которая, по сути дела, эти пункты, противные, внесла в динструкцию, и он остался. Некто, таинственный, да, работает над текстом декретов на газете, ликвидирует, значит, хорошие пункты, вставляет туда плохие пункты. Мы согласовали, например, позицию в рамках группы по налоговой реформе, пункты какие-то, потом мистические какие-то люди, неизвестные стейкхолдеры, меняют и заменяют другими. Вот вопрос, Аня, заключается в том, как нам, что делать для того, чтобы закрытые стейкхолдеры убрать? Ну, мы тоже, в том числе, и переговоры о том, то, что говорили, да, что очень было бы хотелось, чтобы список авторов, ну, внизу был, да, чтобы было понятно, кто, но, естественно, они не будут открываться. Ну, и второе, да, то, что зачастую ведь оформлением занимаются, по большому счету, исполнители, а вот эти скрытые стейкхолдеры, это, видимо, более высокий уровень, где есть, ну, скажем так, прямая команда идет о том, что 488 указ отменяем, но будьте добры, подложите... Ну, возможно, не Лукашенко, но это силовики, ведь у них отобрали, у них отобрали, и их задача, они сами себе вполне возможно поставили эту задачу, сделать обхватной манер, вывести это в инструкцию, с учетом того, что налоговый кодекс такую инструкцию, ну, фактически, этим четвертым пунктом заложил, что она должна появиться, вот. Наташа, вот съедит твоего исследования, да, у вас такая дилемма такая получается, но с другой стороны, персонали, значит, больше, да, и аффентификация, она какая-то вот, ну, доверие вызывает больше. С другой стороны, как избежать ситуации, когда, говорят, это предложение Корябин, это предложение, там, Васильевич, это предложение Зимпиловского, это предложение Романчука, поэтому, а где, вы это кто? Я скажу так, это, ну, для населения, населению важно видеть Корябина, Романчука и так далее, а чиновнику важно видеть консолидированное мнение бизнеса, или консолидированное мнение гражданского общества, в тех же фокус-группах чиновники говорят, когда нам приходит одна организация, одно говорит, потом другая, другая говорит, третья, третья говорит, нам некогда это все, как бы, ну, понимать. Я хочу, чтобы ко мне пришел один человек и представил позицию всего бизнеса, и я, как бы, спокоен, и с этим уже можно работать, принимает, не принимает, но она одна. Так какой вопрос легитимности любой позиции? Приходит, например, один бизнесмен, там, Швет, или там, Калинин, или там, Харлан, да, он говорит, там, ну, приходит, приходит, вот, витерская ассоциация... Я представляю весь бизнес. А у них есть какие-то представления о том, кто представляет, кто не представляет? Нет никаких представлений, они не хотят в этом вообще разбираться. Еще у нас было исследование по адвокатированию, по адвокатированию, мы спрашивали людей, которые всем этим занимаются, там, по разным вопросам, в частности, например, было, нам было интересно, это лучше сделать публично, то есть озвучивать на весьме, что вот мы требуем этого, хотим вот этого, или тихонько, как бы, ходить там, доказывать, договариваться, чтобы чиновники не обижались, что вы тут уже пошли, там, растрезвонили на весь мир, а с нами даже еще не поговорили. Вот, и там, как бы, среди адвокатирующих половина, примерно, считает, что нужно вот так вот, в том числе Ярослав на весь мир, и с чиновниками разговариваться, в прессе это говорить, а в другом. Сейчас, например, считает, что всегда надо пытаться сначала тихо, спокойно договориться с людьми, принимающими решения, только если уже там совсем не получается, тогда, может быть, можно что-то там в прессе рассказать. А еще так, в этом исследовании, кстати, про факторы, про личность. Среди критериев, которые влияют на успешность адвокатирования, по оценке самих вот организаций, личность того, кто идет адвокатировать, и личность чиновника, они важны, но не самое первое. Самое первое, это политизация проблемы. Политизация? Да, точнее, восприятие чиновниками проблемы или там вопросы как политического. Если он воспринимается как политический, все пипец. Ну да, это вот разрушка зона, зона как бы... Да, если человек, ну, именно восприятие, то есть, если вопрос, не знаю, бездомных животных воспринимается как политический, ему тоже пипец. Ну да, да. Не, ну слушай, ты говоришь про налоги для политики, ты говоришь про, там, торговлю политикой, ты говоришь про ВТО политический. Все равно что-то воспринимается как политическая проблема. Ну, Романчук говорит, что ты бизнесом, ты политик. Какой я политик? Да. Это тоже есть такое, что если Романчук говорит о бездомных животных, это тоже политическая проблема. Да, бездомные животные. Почему эта политизация была номером один в успехе? Потом уже, соответственно, там, организация адвокации, личности и тех других сферов, которые это проблемы, там, бизнес или это, там, социалка, которая традиционно легче проходит, чем... Легче? Да. Ну вот, например, я не видел никаких вообще массовых ступлей и протестов против того же повышения пенсионного возраста. У нас еще одно было. Получается, Турьяк, помните, был это протест, но он, опять-таки, так мешировался и растворился. С точки зрения адвокации, например, великолепная, прекрасная компания по поводу закона против действия домашнему насилию, там, МВД в объятиях с гендерными организациями, все там так прекрасно сотрудничали, но ничем не закончилось. В смысле адвокатирование, оно продолжится, но рано или поздно, я думаю, придет к успеху. Друзья, Владимир Николаевич, вот опять разные решения. Можно этот вопрос расширить чуть-чуть? Да, конечно, конечно. У меня вот, Наташа Кланова, у меня, собственно, опыт был такой. Я попал в таможне в серьезную свару, да, в свое время. Я взял замучайника таможни, который ушел в остатку на работу, и 15 лет не знал, где находится. Я не зря говорил пример ассоциации банков. У них ассоциации банков от области выступают те, кто был на той стороне. Если вы назовете мне одну-две фамилии, то кроме коряги найдет, я считаю, что если переговоры о налогах, у нас должны быть где-то представители рубля бывших налоговых инспекторов. Они тогда говорят, не политики, а на одном языке. Объясняю. Если я или вы, мы приходим в налоговую инспектору... Как Бадей. А? Как Бадей. Ну, Бадей... Бадей первое время почему был успешен? У его все ученики были... Да, да, да. Вот Бадей был лучший пример, когда человека взяли с той стороны. Сегодня Бадей никто, ну, грубо говоря. Но его сын, да, работает в банке. И если мы этого мальчика используем, например, вот мы сейчас собираем группу в Гомеле, да, вот такой вот очень влиятельный групп, силовики, банки, бизнес, да, что мы сделаем? Мы пригласили бывшего зампредседателя Белпромсилова Багова, да, очень грамотно спит. Она в течение пяти минут вскрыла весь жокер. Что нам надо говорить на переговорах? Я думал, там буду ведущим, потом говорю, не-не-не-не, давайте вы. Потому что вы будете говорить настолько жестко с той стороны, ошибки, позиции и так далее. Мне кажется, наша проблема, что мы, вот, союз банкиров, точно ваши все данные читают. Вот я когда это не зря говорю, что список людей, которые там находятся, как адвокат, да, ну, точно в любой точке они найдут. Силовики, будем говорить, силовиком. Банкир с банкиром. Налоговик, посмотрите, банкиров не трогают. Мое мнение, почему я не зря, может, эмоционально сказал по поводу союза промышленников, да, имея такой финансовый ресурс огромный, что такое для массов скинуть 20 штук? Ерунда. Но тогда можно на это в союз этих промышленников брать бывшего, там, банкира, кого-то еще. И то, что я говорил, Владимир Николаевич, в нашем союзе, я понимаю, как политиков раскидали, да, ну, партии. Да, да, да. Но почему союзы, вот эта идея конфедерации, да, так обгадилась, что мы могли выступать единым, вот так, вот так, кулаком конфедерации в ней эти 6-7 союзов? И тогда мы могли не сконцентрировать прицель управления индикация, которая сложно идет на переговоры, ну, с банком, а бывшего зампреда, там, банка, чтобы он был управлением, да, тогда он точно это будет. Мне кажется, мы непрофессионально подходим к переговорам. Да, 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 вот Геннадий говорит, Наташа говорит, ну, и то, что нам надо перестроить наши отношения с властью, и тогда точно, либо бывший депутат, он знает точно все ходы и выходы, и получает тому, кто в этом точно профессиональный. Спасибо, очень важное замечание, соответственно, конкурентная сфера. Сейчас, Леня, по-другому. Я считаю, имеет место. Матрица Шора. Группейшие нарушения технологии. Матрица Шора. Значит, в чем оно заключается? Первое, это подготовка. Значит, как вы знаете, нас часто приглашают на мероприятия, не давая нам возможность дать свои предложения, это раз. Ознакомить нас с тем, что они хотят, с проектом. Поездки дня. Это есть, Владимир Николаевич? Постоянно. Второе, это проведение. Сейчас это более подробно. Я имею в виду проведение любого совета по предпринимательству. В Витебске это регулярно и на уровне областного и городского. Следующее, это реализация. И последнее, за что выступает Ярославк, это публичное освещение. Публичное освещение и проведение, и реализации, и отчеты. Отчеты, что сделано, почему не сделано, и что надо сделать. Значит, что касается проведения самого мероприятия. Мы должны идти из исходной точки. То есть, ситуация, выявили проблемы. Исходя из этого, выявили общие ценности. То есть, поиск общего. Исходя из ценностей, выявили цели. А тут уже мы смотрим, что делать и что не делать. Когда не нарушается технология, достигается результат. Леонид, можно вам сделать одно замечание? Когда один более сильный, второй более слабый. И сильным ему надо уступить. Публичность здесь абсолютно не нужна. Потому что уступая сильному, сильный уступая слабому. Даже понимая, что он наступает. Не дай Бог, вы ляпните, что он уступил. И наступает здесь кранты. Часть подготовки нужна. Время, подготовка. Но я заметил, когда я давлю публично, потом никто не хочет со мной соглашаться. Даже если я тысячу раз прав. Вот иногда публичность, то что мы делаем. А банкиры ни о чем. Посмотрите, как они выберут для себя все условия. Все. Сегодня можно разобрать любого клиента по частям. И вы нигде не найдете защиты. Ни судьи, нигде. Все признают. И все говорят. Но они же пролоббируют эти вопросы. Не дай Бог, мы начнем опять действовать через публично. Я немножко у меня... Алена тоже украла мысль. Но... Я всегда говорю, у нас привычка бороться со следствием. И мы очень мало боремся с причиной. Сколько раз Карякин говорил, Ребята, мы должны в налоговый кодекс внести норму, что платежи на бизнес ассоциации входят в состав затрат. Да? В пределах одного процента. Это политическое решение. Да, мы на него сегодня согласились. Но, к сожалению, согласившись на это политическое решение, мы остановились. Мы не хотим открыть дверь шире. Мы пролезли туда носом и считаем, что раз мы дышим, мы можем продолжать это делать. Нет. Мы должны теперь, извините, задницу туда залезть, чтобы сесть и сидеть. Понимаете? Вот наши... Пожалуйста, давайте не останавливаться на полуцелях, на полу вот этих метров. Понимаете? И... Да, и вот так. И вот мы все время забываем, что и старые добрые вот этот вот... Вот она... Да, но из него можно построить стратегии. Да. И вот та дорожная карта, о которой мы говорили не так давно, тоже можно расписать по четырем темам, ПЭС, чтобы не было каши. Потому что, получается, заседания вот этих диалоговых площадок часто как информационный шум, как выплескивание эмоций. Очень часто, ну, есть такие советы, в которых участвуют только предприниматели. Чиновники на них не ходят. Кострочинский форум. После него в Витебске ко мне пришел представитель облсполкома и попросил вкратце рассказать, что там было. Я говорю, а чего не пришел? Он говорит, ну некогда, ты же сам понимаешь, у меня вот столько бумаг, вот столько поручений. Зачем мне это надо? Вот вкратце ты можешь обобщить? Я говорю, все материалы у них доступны. Они делают это для всего общества, прежде всего для власти, чтобы были какие-то изменения. И если вот им это разложить, и надо уметь все это очень кратко объяснить. Вот презентация любая должна быть понятна для дурака. Видно, видно, нет, видно издалека слепому, слышно, глухому и мотивировать лентяя и труса. Вот это очень важно. То есть мы должны исходить из того, что наша аудитория мог обращаться к ним очень вежливо. Мы должны подаваться как железный кулак, но бархатные перчатки. Чего часто не хватает по поводу публичности. Да, есть две точки зрения, как говорила Наталья. Одну наук поддерживает, что надо договариваться кулуарно. Но, если мы все делаем кулуарно, мы можем, во-первых, не учесть мнение большинства, а только со своим мнением прийти. Во-вторых, сам процесс вот этого диалога, он получается не общественным. Один вопрос, Леонид. Володя мне ответил на одну делу. В Витебске 5000 предпринимателей. У вас в союзе 100. Какое большинство вы признаете каждый раз? Объясните мне, какое большинство вы признаете? Активное. Активное. Те, кто думает не только о себе, но и в целом. Неважно. Леонид, спасибо большое, друзья. Сейчас только после больной массы. Я ей говорю, что каждый год примерно этот вопрос поднимается. Как нам лоббировать интересы схода, как нам делать облокосы, как нам приходить к согласию. Я думаю, что все обсуждается. Ничего нового каждый год, мне кажется, чем нет. То есть это застойко? Ну не знаю, может быть, внешняя ситуация такова, что ничего больше, чем мы делаем, делать не можем. Более того, в позициях, в которых находятся, мне кажется, и бизнес-ассоциации, и гражданское общество, и исследовательские центры, на самом деле, служит самая меньше. Поэтому наши возможности это делать все более ограничены. Никогда за всю историю последних 30 лет мы не знали лучше, чем сейчас, что делать, как делать и делать. У нас есть платформа, но два шага назад между консолидацией бизнес, крупных бизнес-ассоциаций, из-за личных шкурных интересов. Ибо многие увидели угрозу, наши же партнеры, и почему-то вместо того, чтобы общее делать, и ничего туда не вкладывая в ту же платформу, а просто присутствие рядом, тихонечко рядом. Наши ведущие бизнес, ничего не вложив ни идей, ни материальных ресурсов, ничего. И вот они решили, что давайте-ка мы там нечто другое. Не получилось. Мы получили доказательства. Поэтому надо делать платформу очень четко. Мы пошли глубже. Мы пошли в народ, в регионы. Индекс делового оптимизма. Неделя белорусского предпринимательства. Полторы тысячи мероприятий. 140 регионов в этом году. Вот здесь игроки, которые играют в вузы, университеты, администрации. Да. Даже и правительство в это вовлеклось. Удалось это сделать. Нам удалось конкурсы. Лучший город, район для бизнеса. Вот сейчас идет подсчет. То есть мы взяли эти инструменты. Мы с этим работаем. Гражданским обществом тоже налажим масты. Сейчас вернемся. Вот седьмого все бизнес-садцы поняли? Завтра все собираемся. Гали. После завтра все в одиннадцать часов. Ведущие собираются. Комитет госконтроля. Мы против письма госконтроля. Вот сейчас осознание, что надо быть только одним голосом разговаривать. Бизнесу и власти. С опорой на гражданское общество. И СМИ. Я тоже согласен, что немножко за последний год с точки зрения вот этих амбиций различных личностей, скажем так, консолидация бизнес-сообщества, скажем так, разрушилась. И иногда вот беда помогает. Может, пускай Россия нас подает захватить? Нет, нет. Вот. Поэтому то, что делается, да. И делается очень много. Привлекаются волонтеры очень большой. Большая работа в Российской Федерации в этом году. И вот этот форум, проведенный такой чудесный. И служб действительно в этой неделе. С аналитическим сообществом. Да, да, да. То есть это было великолепно. Это должно сохраняться. Это должно усиливаться. Это вот такая платформа. И плюс, я говорю, что в каждом даже мелком деле включать профессионализм в той деятельности, которая выполняется. Спасибо, друзья! Спасибо, понравились, дорогие друзья!